Короче, ньюс! С вами Владислав и новости со всего мира. Дубай снова хочет удивить весь мир невероятным строительным сооружением. Они планируют построить здание в форме Луны. Амбициозный мегапроект предполагает сначала строительство 30-метрового здания, а затем разместить на нем фигуру Луны. Бюджет проекта составит 5 миллиардов долларов. В Дубая прошла первая гонка на реактивных ранцах. Трассу организаторы проложили над водой, чтобы обезопасить участников. И не зря. Несколько раз спортсменам не удавалось избежать столкновения. Однако никто не пострадал. Во время гонки пилоты достигли скорости в 128 км в час. Звучит экстремально! В Китае используют лазеры, чтобы срубать ветки в труднодоступных местах. Например, возле проводов. На самом деле такие лазеры нельзя увидеть. Чтобы было понятно, на видео их покрасили в синий цвет. В китайских соцсетях заверусилась девушка, которая эффектно открывает пиво. В США Перекати Поле захватили целый город в штате Юта. Кажется, что это какие-то живые инопланетные существа из романов Стивена Кинга. Перекати Поле сбивают велосипедистов, блокируют дороги и входы в дома. Еще один минус жизни в пустыне. Самый необычный катаклизм за последнее время. В Кемеровской области мужчина завел коня в подъезд. Так он хотел удивить свою ненаглядную, но муза подвиг не оценила. Соседи слушали ругань всю ночь. Аттракционы? А может лучше? В Китае продают гидромашинки для взрослых. Управление ими очень сложное, но веселое для вашего желудка. Стоит такие 270 тысяч рублей. Итальянцы придумали необычное кресло-восьмерку с упорами для коленей. По словам создателей, эта форма – результат долгих исследований удобной посадки. Она помогает поддерживать осанку, а за счет упругой конструкции можно легонько покачиваться. Самый большой любитель зерна – Грейн Уивилл. Это чудо аграрной робототехники помогает фермерам в хранилищах. Малыш выравнивает зерно, загружает и выгружает его, а также не дает продукту застояться. Если его увеличить несколько раз, то будет отличный косплей на червя из дюны. В Кентукки грузовик чуть не слетел с высоченного моста в реку. Но машина чудом застряла в ограждении, и спасателю удалось вытащить шофера из кабины. Французский пилот снял очень редкий феномен – гигантский джет, так называется вид молний в стратосфере. Она бьет не сверху вниз, а снизу вверх. Такое явление называется «синим джетом». Разряд виден всего несколько миллисекунд, а снять такую молнию на видео – вообще большая удача. Крутой отдых от китайцев. В Поднебесной запустили кинотеатры и рестораны специально для любителей готовки во время просмотра. Зритель вместе с билетом получает набор морепродуктов с овощами, бульон и индукционную плитку для варения креветок и других моллюсков. Билеты раскуплены на месяц вперед. Аниматоры напряглись. По ТВ в Китае начали показывать мультфильмы, которые полностью генерируются нейросетями. Как говорят телевизионщики, в конечном счете все эти и технологии полностью заменят подход к созданию контента. Не только для ТВ, но и для других медиа. Тут недавно завирусилось видео с йогом, медитирующим в Гималаях на лютом морозе. Нашлись скептики, которые посчитали, что видео или постановочное, или вообще сгенерированное. Но журналисты India Today выяснили, что йог самый настоящий и видео тоже. Его зовут Сантьера Натх. Он практикует медитацию в Гималаях уже более 20 лет. А снимал его ученик по имени Рахул. Такая медитация, наверное, прочищает мозги неплохо. Главная вещь для родителей. В сети завирусился пылесос, который может засасывать конструктор лего, чтобы быстро убрать его в коробку. В чемпионате Бразилии команды по очереди затаскивали и вытаскивали игрока на поле. Большие футбольные хитрости. Мост, в который трудно поверить. В Китае идет работа над конструкцией, обещающей возвыситься на 625 метров над горной рекой и протянуться почти на 3 километра в длину. Если план удастся воплотить в жизнь, эти показатели окажутся рекордными. Мост будет самым длинным и самым высоким, когда-либо строишься в горах. В соцсетях завирусился мужчина, который идеально балансирует, чем бы вы подумали, пивом у себя на голове. В Японии скоро начнут продавать ввязанные десерты. Благодаря уникальной технике они похожи на шестяные свитера и сумки. Главное здесь не перепутать с оригиналом. В США найден главный фанат Шрека. Водитель превратил свое такси в Шрек-мобиль и сам наряжается в зеленого огра. У машины номер Шрек-1 и огромный зеленый бюст на торпеде. Пассажирам выдают плюшевого Шрека и включают мультик. Азиаты создали странный аксессуар для проверки отношений на прочность. Это что-то вроде мягкой подушки на две головы. Пара целый день должна находиться в тесном контакте. Если не разругается, значит отношения того стоят. Но выглядит это максимально странно. На сегодня это все новости. Партнер программы «Музыкальная школа джем Герцена 2А». С вами был Владислав. До встречи на следующей неделе.